Серия игр Colin McRae Rally на эмуляторе Damon PS2 версии 4.0 на Snapdragon 865. Смотрим, как идут. На эмуляторе Damon 3.2 версии никак они не шли. Посмотрим, как они идут здесь. Настройки. Только VU разгон на двоечке и IRUM. Интеллектуальное управление рендеринга на самом быстром. Это дает boost неплохой. Такие же настройки и во второй части, но в следующей части, четвертой. Гонки классные, раллийные, по щебеночки, по грунтовочке, с горками. Легкие помаркивания есть у машины, но это из-за IRUM на самый быстрый. Зато это дает хороший буст. Без скейн-рекодера игра идет 55, 57, 59 fps. Со скейн-рекодером смотрим 45, 48. Неплохо так просаживает скейн-рекодер. Можно играть с другим видом. Вот с таким. Или вот с таким. В общем хорошо идет игра. Пробуем следующую часть. Четвертую часть. Вторая часть была конечно хороша на PlayStation 1. Многое в ней засиживался. Эта игра идет также хорошо, но скейн-рекодер смотрим падение. Кстати здесь образ уже 50 fps максимально. Поэтому наверно со скейн-рекодером будет C35. Сильно просаживает скейн-рекодер, очень сильно. На самом деле игра идет, ну можно сказать, full speed. Вот с этими настройками, такими же. Ирм на самый быстрый. И обманим систему. Без скейн-рекодера отлично можно играть. Вообще спокойно. Никаких проблем. Со скейн-рекодером конечно вот такие просадки. Тоже можно делать вот такой вид. Вот такой вид. Да, жалко конечно, что скейн-рекодер просаживает. Но просаживает он в таких играх, где у которых и так высокий уровень ГС или ЕЕ или ВУ вверху. Видим в верхней стройке информации. ГС 98%. Я специально прикололся. Ладно, смотрим следующую игру. Пятую часть. Она идет потяжелее, чем те две. Поэтому я в ней играю и разгон на двоечку ставлю. В ней важно поставить ДРС на вкл. Если выключить ДРС, то игра будет идти с охеренными артефактами. Эта игра без скейн-рекодера примерно так и идет, как сейчас идет. Образ тоже 50 фпс максимум. В районе 43-47 она идет без скейн-рекодера. Но уже надо конечно и ЕЕ разгон ставить на двоечку. На 65-ом с набрагами. Кто любит раллийные гонки, тех конечно зацепят эти игры. Тоже можно здесь вид менять. Вот так можно ездить. Чуть полудоль уже можно сделать машинку. Вот так. Ну так конечно офигеешь так ездить. Я не знаю, у меня такой реакции нет. Вот так даже из кабины взгляд. Да, сценарь-рекодер конкретно конечно просадил. Ну вот, то сценарь-рекодер просаживает, то идет нормально, как она и должна идти. Где-то 42-43 фпс. 45. Чуть тяжелее это играть, чем предыдущие две. Могу показать в другом месте. Чуть поодаль сделаю. Поехали. Криньf. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, для всех любителей ралейных гонок отличная игра. Есть игра, допустим, в Ирале, того же примерно времени игра, что и эти игры. В Ирале 3. Помню, на PS1, по-моему, была в Ирале какая-то из частей. Может быть, даже первые две части там были, скорее всего. Так вот, они там были неплохие на вид. Здесь же в Ирале 3. Она идет, конечно, идеально. Фуллспид, все дела. Но выглядит, конечно, говняно, если честно. Я в следующих видео покажу, как выглядит в Ирале. Позор, честно говоря. По сравнению с Колин Макрей, ралли. Это позор. 35 фпс. Ну, где-то на 10 фпс снижает. На 10-45 из 50 идет игра. Раз и поехал не туда. В общем, интересная игра. Всем советую. И игры всю серию.